Красноярский край почти готов к зиме. Уже завезли 70% топлива и подготовили оборудование. Проверить, как идут работы в нашем регионе, приехал министр энергетики России. Он провел у нас заседание оперативного штаба. За какими частями региона следят пристальнее всего? И что делают для того, чтобы зимой люди не замерзали в своих домах? В сюжете далее. На федеральном штабе по подготовке к предстоящему отопительному сезону присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, представители ресурсных и энергетических организаций и даже МЧС и МВД. Все они докладывали министру энергетики России о подготовке своих объектов к зиме. По словам участников заседания, жилищно-коммунальный комплекс Красноярского края готов больше, чем на 75%. А объекты ЖКХ на 70% обеспечены топливом, в том числе отдаленной и труднодоступной территорией края. Министр оценил, как местные власти решают приоритетные задачи. Финальная проверка готовности начнется в ноябре. Сейчас идет процесс подготовки. Конкретное, окончательное решение о том, как все предприятия, регион подготовился к зиме, будет где-то в первом ноябре. Потому что это предварительная оценка, как идет процесс, налаженный процесс, понимают ли они очередные задачи, есть ли проблемы, которые нужно помочь решить. Вот как раз мы этим занимаемся. В том числе выявление проблем, выдача поручений. До начала совещания министр энергетики обсудил подготовку Красноярского края к отопительному сезону с губернатором Александром Мусом. Тот заверил, что все идет в соответствии с графиком. Объекты электроэнергии региона тоже не остают. Их запасы основного и резервного топлива превышают нормативы почти на 340%. А на ТЭЦ-3 в Норильске организовали временную схему обеспечения топлива. В этом городе сейчас особенно пристально вследят за подготовкой. Я очень рассчитываю, что серьезные выводы сделаны из майских и июньских событий в Норильском промышленном районе. Поскольку это изолированная территория, в том числе с точки зрения энергоснабжения, там безусловно права на ошибку у нас нет. И с точки зрения воздействия на окружающую среду, и с точки зрения надежности систем. И по нашей информации масштабная программа модернизации проходит и там тоже, на Таймыре, я имею в виду. Сейчас правительство работает, чтобы улучшать надежность и эффективность теплоснабжения во всем регионе, а не латать отдельные дыры каждый сезон. Для этого в 2021 году приняли ряд ключевых программ. Например, по масштабной модернизации теплоснабжения Красноярска и Каннска на ближайшие 10 лет. Общий объем средств из всех источников на подготовку региона к зиме составил больше 15 миллиардов рублей. Сразу после заседания министр энергетики отправился на ТЭЦ-1, чтобы проверить идущую там модернизацию и убедиться к готовности работы в зимний период. А также оценить реализацию проектов по снижению выбросов в атмосферу Красноярска. Евгений Черных, Павел Иваницкий, 7 канал.